Что касается моего восприятия Карлоса Кастанеды и его влияния на меня как на человека, как на буддиста и практика, то считаю, что, конечно, несомненно, это влияние было и, несомненно, это как-то оставило свой отпечаток в моей истории, в моем сознании. Коля, когда ты прочитал, в первый раз? В первый раз, наверное, прочитал, наверное, в начале 80-х, может, в середине 80-х годов, будем так точны, или даже ближе, может, к концу 80-х, когда это уже издавалось, то есть сам издаты не попадались. Да, в самой издате было в 80-м году первые четыре тома Вась Максимов перевел, потом, после перестройки, стала издавать «София» потихонечку в Киеве. Вот, 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 вот это вот. И появились первые там тома. Вот это я тогда начинал читать, и это самое, и могу сказать, что человек, наверное, или вот все, что там я вычитал у него, это для меня открывало горизонты моих духовных возможностей. И вот, как бы, потом, может быть, это наложилось на мои духовные буддийские поиски и оставило тот отпечаток, что именно он давал возможность понять, что ты сам можешь так же двигаться, развиваться, найдя учителя и совершенствуясь в этом направлении. У него был свой учитель, естественно, такой, какой у него был учитель, да? Мне встретился мой учитель, я счастлив. Но он, именно Кастанеда, дал эту возможность, как бы, узнать, что это не что-то такое сказочное и запредельное, а это... А как ты считаешь, Дун Хуан – это реальный человек? Иногда, думаю, что это совершенно реальный, совершенно обыкновенный дед. И какие-то, даже потом, позднее, может, параллели с Жальчубом Доржи я проводил, например, для себя, естественно, что сидел там в деревне какой-то дед. Иногда, допустим, на каком-то этапе возникала такая идея, что это вообще что-то такое, как Саманта Бадра, например, то есть не живое, не реальное, а что-то такое, как собрание знания, что ли, собрание вот этой энергии. В какой-то другой момент возникала идея такая, что это, может, собирательный образ учителей или учителя, или учителей того направления. То есть, вот на данный момент, как бы, ну, я глубоко не занимался Кастанедой, глубоко не проникал туда и не интересовался так, чтобы это все, ну, как бы, вот, гореть этим. Поэтому, поэтому, а вот затрудняюсь, как бы, сказать, что действительно был ли такой человек или нет. Вот мое впечатление такое, что вот Дон Хуан для меня, вот именно, как я сказал, человек в трех лицах, да, отец, сын и святой дух.